Все больше людей в Абхазии и в мире сталкиваются с необходимостью уходить на самоизоляцию. Этот период может сопровождаться различными переживаниями, негативными эмоциями. Люди на самоизоляции могут испытывать страх собственного заражения и заражения близких. Именно поэтому люди на самоизоляции остро нуждаются в нашей с вами поддержке. Что же мы можем сделать для друзей, родных и близких, которые находятся на самоизоляции? Очень важно оставаться на связи. Здесь вам на помощь придет видеосвязь, телефонная связь, социальные сети. Давайте человеку выговориться. Это, безусловно, поможет ему лучше разобраться в своих эмоциях, в своих переживаниях, лучше понять себя. Будьте максимально корректны. Не позволяйте себе резких высказываний, которые могут обидеть человека. Об особенности, если вы обсуждаете эпидемиологическую ситуацию или новые случаи заражения. Говорите о чем-нибудь позитивном. Поддерживайте позитивный настрой и заряжайте им собеседника. Низкий уровень физической активности и сидящий образ жизни может вызвать дополнительный стресс. Посоветуйте вашим знакомым на самоизоляции составить распорядок дня, в который будет включено здоровое питание, физическая нагрузка, здоровый сон. Это, безусловно, поможет им сохранить спокойствие и укрепить здоровье. Помните, когда у людей на самоизоляции появляются первые симптомы, появляется особый страх и особые переживания. Вследствие чего человек может не обратиться за профессиональной и квалифицированной помощью. Если вы видите, что вашим знакомым на самоизоляции не здоровятся, помогите им преодолеть этот страх и позвоните на горячую линию. Люди на самоизоляции особо восприимчивы к информации о COVID-19. Если вы замечаете, что уровень тревожности у ваших знакомых на самоизоляции возрастает, посоветуйте им меньше находиться онлайн. Убедитесь в том, что у них достоверная и проверенная информация. Когда изоляция закончится и ваши знакомые вернутся к работе и к прежней жизни, встретьте их тепло. Постарайтесь делать все возможное, чтобы возвращение к прежнему режиму прошло максимально комфортно. По мере роста заболеваемости заботиться друг о друге становится все более и более важным. Вместе мы обязательно справимся. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин